Сестры, мир вам всем. Меня зовут Андрей. Мы приехали до семьи Гонодских. Мы приехали с Миннесоты. Это наши родственники. И я очень рад быть здесь, посетить братьев и сестер. И хочу всех вас поздравить с Рождеством Христовым и Новым Годом. И в моей жизни Рождество Христово и Новый Год занимают очень большое место, потому что вокруг этого праздника совершились в моей жизни очень большие события, по причине которой я нахожусь на всем месте. Слава Богу! И как сегодня брат говорил о Боге нашем, о спасающем, о том, что мы должны молиться и призывать Его, и то, что мы имеем благословение через то, что мы взываем к Богу, и то, что Бог нас слышит. Слава Богу! Но как Слово Божие говорит в Псалтере 49, в 15 стишке, здесь говорит, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Это интересный такой стих, да, который нам дает вдохновение, который нам дает надежду, который нам дает веру. И этот стих может использовать любой верующий, который приходит к Богу, который признает Его Иисусом и своим личным спасителем. И я хочу засвидетельствовать, что произошло в моей жизни, когда мы приехали в Америку, уехали в Америку в 89-м году, и мы приехали в Сидорапец. И через короткое время мы уехали в Орегон, и мы жили там. И потом мои родители переехали в Миннесоту, и мы сейчас в Миннесоте живем. Но когда мы переехали в Орегон, и мы начали вырастать, как все иммигранты здесь, а вот я с кем встречались мы, с вашим пастором вчера, было что вспомнить, потому что они даже там, родственники у них какие-то жили даже в той гостинице, где мы когда-то жили там вообще в Италии, где-то на другом континенте. И почему-то все друг друга знают, и верующие люди, все кому-то где-то родственники, кто кого-то знает, кто-то кого-то встречал, кто-то кому-то доводится и тому подобное. Слава Богу! И я, когда мы приехали в Орегон, я пошел в хайскул, и мне было где-то 13 лет, когда мы приехали. И когда я пошел в хайскул, мы начали, из-за того, что мы приехали в Америку по-английски, мы плохо разговаривали, мы как бы русские ребята, или славянские, можно сказать, потому что там были русские, там были с Кавказа ребята, с Украины, с Белоруссии, со все, то мы все русскоговорящие ребята, мы как-то держались кучкой, потому что нам тяжело было с американцами общаться, и нас, как бы сказать, чуть-чуть у нас, ну, непонимания там с ними были, то мы держали все русские ребята, держались своей кучей. И как из-за причины той, что наши родители приехали в Америку, и из-за того, что они не знали языка, за то, что у них не было машин, за то, что у них не было домов, надо было обустраивать свои дела, наши родители всей нашей русской комьюнити, как вы все знаете, как все сюда приехали, начали, пошли все на работу. Кто пошел на работу, кто пошел учить язык, кто начали дома покупать, начали в церкви тоже надо церковь купить, надо церковь строить, надо дома ремонтировать, и такие первые годы, если все вспоминаете, если вы вспоминаете, то в эти годы, когда мы приезжали все в Америку, была страшная суета в наших жизнях, кто приезжал у иммигрантов. И наши родители все тоже начали погрузиться в это, и получилось так, что я вырос в очень богобоязненной семье, мои родители были верующие, мы в церкви принимали участие, с нами у нас там, откуда мы выехали, сильно занимались в детском, но когда мы сюда в Америку приехали, в нашей церкви, этого как бы у нас было детское, но там это детское доверили, одному дедушке ему было уже, наверное, под 80 лет. И наша молодежь, вся которая, мы приехали в Америку, мы пошли как бы на самотек. Нашим родителям как бы не было столько времени, что мы делаем, что мы не интересовались. А если, например, мы что-то натворили и звонили со школы, мы могли сказать, что с библиотеки там за книги звонили, или еще что-нибудь такое, если просачковал со школы. И то у нас пошел барьер такой, что наши родители перестали понимать нас, мы перестали понимать их, но большая, потому что начало смещаться это, дети могли делать то, что хотят, особенно когда родители не понимают по-английски. И мы начали, наша молодежь начала очень быстро развращаться, мы начали заниматься нехорошими делами, которые не надо заниматься, начали, кто начал машины воровать, кто начали наркотики воровать, не воровать, а перевозить, начали наркотики перевозить с России под фармацевт, как будто это фармацевты и препараты, ну, сюда в Америку, а это было наркотическое, перевозили сюда, и из Калифорнии она distribution шла по всему West Coast. И я, будучи, у меня, будучи родители верующие, я очень боялся всего этого, потому что я был очень серьезной церкви, я получил духовное крещение перед тем, как мы в Америку приехали, и все друзья, которые у меня были, они все вот в нашей толпе, мы оказались вот так, и все начали чем-то заниматься, и я постоянно с ними крутился, и получается, я как бы и сам это не делаю, но я постоянно то кому-то подвези, то встрети, там ребята приехали с Калифорнии, там приехали другие с Вашингтона, там кого-то свезти, кого-то отвезти, и такое всякое. Вроде бы я ничего не делаю, но я во всем участвую, и как в Библии говорится, что худые сообщества развращают добрые нравы. И мои нравы начали развращаться, моя мама начала нервничать, потому что я один из девяти детей, моя мама начала, я стал раздражать ее, потому что я не стал, перестал слушаться, я перестал быть управляемым. И как я прочитал Слово Божие, здесь говорится, призови мне в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Я после того, как я заболел, моя мама говорила, я начала молиться, чтобы Бог начал останавливать, потому что это прошло где-то четыре года после того, как мы в Америку приехали, и у наших родителей начали глаза открываться, потому что начали проблемы с полицией, начала проблемы с махинациями, и в конечном итоге один из моих друзей недавно отсидел пять лет за того, что махинацию провернули на полтора миллиона. И потому что наша молодежь вышла из Советского Союза, очень было шустрое. Наши дети в Америке, я смотрю, они очень положительные, они потихонечку все делают, все как бы законно, но наша молодежь, Советский Союз, была безуправой. И столько фантазий шло на плохого, что можно как бы не передать. Моя мама начала молиться за меня, мои друзья тоже, родители, потому что наш, у меня близкий друг был, его родители, наши родители, они вместе выросли, начали обращать внимание, что наши дети выходят из-под контроля. И мой один друг, мой самый близкий друг, до того, мы поехали купаться, да, и он нырнул, и у него аппендицит лопнул. Аппендицит лопнул, его в больницу не повезли, потому что страховки не было, там как-то отец менял работу, и между работами страховки не было. Думали, да, пройдет у него все. И в конечном итоге, когда уже он начал там терять сознание его, приехали какие-то американцы там в гости, говорят, если вы его не отвезете в больницу, он умрет, вас посадят. И его отвезли в больницу уже в полу таком бессознании, и его еле-еле откачали. Он долго в больнице лежал, после того, как ему там промывали все. И до того, как это случилось, другой из моих друзей, с которыми мы тоже занимались нехорошими делами, греховными делами, а он поехал еще с одним моим другом, он сейчас тут живет в Арканца, он покаялся, и у него тоже семья благополучная, слава Богу, я благодарю за это Бога. И они пошли рыбачить, и там плотина была, не плотина, а сплавляет как дерево, бревна, лакс, да. И они на лакс залезли туда и рыбачили с него, и ныряли туда, купались, а лето было. И один из этих хлопцев нырнул, он просто не всплыл. Он мог плавать, он мог купаться, он знал, что делает, и там не было ни камней, чтобы он ударился. Он просто нырнул и просто не всплыл. Прилетели, приехали водолазы, спасательная группа, они его вытащили, прилетел вертолет, но его не смогли откачать, он умер, ему было 16 лет. И через, наверное, через месяц-полтора мой друг, он так ныряет, получается, в сентябре это было, и он, у него аппендицит, и очень сильно большая проблема была. Я с ним был в то время, когда он сильно, он страшно мучился, и у него страшные боли были. И мы как-то не обратили внимания, что это, ну у нас как бы, когда наш друг потонул, у нас было сильное покаяние как бы в церкви, но чуть-чуть время прошло, оно вроде бы все улеглось, ну один потонул, да и все, что с нами может случиться. И прошло короткое время, подошел сентябрь, и я своим родителям говорю, пап, у меня что-то ноги начинают там снизу болеть. Я работал в магазине, как там Фридмайер называется на Вест Коуз, ну он как Валмарт, и я работал в молоко, моя работа была молоко, загружать мороженое, яички, ну в этом, в холодильниках там. Я говорю, у меня что-то ноги начали болеть. Отец меня повез в больницу, меня проверили, говорят, ты, может быть, что-то там растянул. Меня проверили, ну ничего у тебя нету, там опухоль там началась, дали мне жгут, чтобы, говорят, что у тебя там мышцы растянутые, или что, отправили меня домой. Через два дня я говорю, пап, у меня очень сильно начинают ноги болеть. Я позвонил на работу, говорю, что я не могу на работу выйти, они говорят, ты, наверное, просачковать хочешь это. Я приехал, показываю своему боссу, говорю, вот такая проблема. Говорю, о, да, действительно проблема. Отпустили меня, и отец меня повез, они начали рентген мне сделали, просмотрели, и у тебя, говорит, ну, что, может быть, сломал ты там что-то, что, может, у тебя хрящики повредились. И просмотрели, они ничего у тебя, мы у тебя ничего не нашли. И у меня очень быстро начало прогрессировать, мои ноги настолько опухли, что там не щикало, так ничего не было видно. И у меня страшные боли начали, у меня начали кости сильно ломить. У меня начали страшные боли, начали подниматься туда ниже колен. Если вы обратили внимание, я сегодня на молитве не стою уже лет 10, потому что у меня по какому-то причине, если я стою на колене, у меня опухает, у меня жидкость там собирается. Я думаю, как апостол Павел писал, что дал мне жало, что помнил, что со мной произошло, слава Богу. И когда вот это все со мной начало происходить, врачи, у меня был врач, ему где-то было, ну, уже около 70 лет, и он был верующий, лютеранин, и он очень хороший был врач. И он, начали с меня кровь брать, они начали интересоваться, что с тобой случилось, что ты делал, что ты там, где ты работаешь, все такое. А потому что они ничего не могли разузнать. Я начал вес терять, и у меня вся пища, которую я начал принимать, она начала извергаться в любом виде в течение, там, получаса, когда я покушал. Я стал быстро очень вес терять. Я в течение, наверное, полтора месяца, полтора, я где-то стал около 110-115 паундов. С меня начали брать много крови, они меня начали обследовать, они ничего не могли разузнать, что со мной происходит. Потому что я вес потерял, кровь они берут, ноги у меня опухают, кенсора как бы у меня нет. И когда прошло уже, наверное, полтора месяца, до двух месяцев, я уже полностью дошел до такой кондиции, что, во-первых, я не могу ночью спать, у меня страшная ломка по всему телу, у меня страшная боль по всему телу, мне страшно холодно, я не мог, я ходил в такой куртке, которая как с бараньей шкуры. Я спал на кровати с подогревом, и в комнате должно было быть сильно жарко. Мой брат, который со мной в комнате жил, он съехал, ушел в другое место, потому что невозможно в такой жаре было жить. И они меня отправили на обследование к одному профессору, там у нас в университет. И когда он меня обследовал, он обследовал меня до головы, и всю кровь они проверили, и он говорит, у тебя люкемия, или как по-русски это, короче, если сказать, то это рак крови, да, и у тебя белые клетки настолько низкие, по-честному, ты уже мертв, ты уже мертвый. Но ты, мы тебе, что я тебе могу сказать, мне тебя очень жалко, а мы тебе можем, что мы тебе можем сделать, мы тебе можем только дать обезболивающее, потому что у меня страшные боли ночью были. И мы тебе можем дать другие таблетки, чтобы у тебя почки и печенка, чтобы у тебя они разложились. И вот это время, когда уже до этого дошло, я отца просил, когда он меня попросил туда поехать, до этого специалиста, я не хотел туда ехать, потому что, во-первых, то, что у тебя страшные боли, а во-вторых, когда туда в больницу приходил, они с меня кровь брали. У меня и так крови не было, и я ничего не кушал, я только мог сок пить. И они все равно кровь брали. После того, как с меня кровь брали, мне так худо было ужасно. И я говорил, пап, я не хочу в больницу ехать, а то, что он, я старший сын был, я своего отца никогда не видел, чтобы он плакал. Да, простите меня. Я не видел никогда своего отца, чтобы он плакал в жизни, потому что он мужчина, как бы, и то, что он средь Средней Азии. И он очень такой дисциплинированный, и немецкий, он немец сам, и он всегда был бодрый, всегда работящий, всегда в движениях, да. И тут я заболел, и мой отец работал во вторую смену, и он просто, когда после работы приходил, он просто садился возле меня и просто сидел и плакал. И когда уже я до такой кондиции дошел, через два месяца, он меня попросил, он говорит, пожалуйста, поехали в больницу. Я говорю, пап, мне так страшно больно, что у меня так много, столько крови берут, еще сильнее больно. И я бы хотел одно место прочитать, и чуть-чуть в конце своего свидетельства несколько еще других мест порассуждать над этим. Оно очень относится к моей ситуации, которая со мной произошла. Это будет глава 28, 9 стих. Здесь говорится так. «Кто отклоняет ухо свое от слышания, закон от того и молитва мерзость». Вы знаете, когда я находился в такой ситуации, когда я лежал полтора месяца вот эти, я перестал ходить, я только мог на корячках ползать. Если мне утром не помогли в туалет сводить меня, то если, например, по работам все разъехали, в школу ушли, если мне надо было умыться, что-то еще, я не мог наступать на ноги, я только мог на четвереньках в туалет отползти. И за это время я начал проверять, у меня Бог дал столько, ну, время, во-первых, потому что настолько у тебя такая страшная, у меня страшная боль была, что я не мог ночью спать. Я, ну, попадал в забытие или как это, терял или сознание или как. И, может быть, на 15 минут я просыпался опять, то я находился сам собой в страшных болях 24 часа в сутки. И я начал проверять свою жизнь, я начал думать, что со мной происходит, что мы творим, что мы делаем, какие чуисы мы делаем, что мы для родителей делаем, что мы вообще для Бога делаем, почему я был молодой, я тоже, вот как эта молодежь ваша здесь сидящая, я тоже был в хоре, мы тоже сидели в хоре, мы приходили, все нормально, как надо на хор, мы участвовали, пели, а потом после того, как мы были на спевках или в собрании участвовали, мы ехали своими делами, занимались. И я начал, это начало меня страшно осуждать, потому что Бог в такую ситуацию завел, что ты ничего не можешь сделать. И я начал каяться, я начал у родителей своих прощить прощение, у матери своей, у мамы, у папы. И как родители, они, когда видят своих детей в таких положениях, они прощают сразу. Это ты начинаешь понимать, когда начинаешь, когда у тебя появляются свои дети. Слава Богу за таких родителей. Я благодарю Бога за родителей, которых мне Бог дал, и которые вовремя начали за нас переживать. И когда я начал взывать Богу в своих проблемах, а как здесь Слово Божие говорит, «Кто уклонял ухо свое от слышания закона, того и молитва мерзость». Я тоже, это свидетельство в прошлом году, у нас был молодежный кемп, я это рассказывал там, и я ударение поставил на то, что молодежь, большинство придут на собрание, сидят с телефонами, играются. Ну, как бы для молодежи можно сказать, что кто-то с телефонами играется, кто-то, я один раз приехал на собрание, сидел так с семьей, и сидит один молодой парень, и они играют Grand Theft Aro, знаете, это я потом уже узнал, я как-то спросил, говорю, что они там гоняют это, женщин давят на машине и все такое, а кто-то из молодежи сказал, это Grand Theft Aro. Как можно вообще прийти на собрание и играть там, давить кого-то, убивать прямо на собрании? И мне вот это очень печально стало, и когда мне предложили на молодежный кемп поехать, я свидетельство говорю, и я свое свидетельство состроил вокруг этого стиха, что кто уклоняет ухо свое от слышания закона, от того и молитва мерзость. Потому что мы ходили в собрание, мы сидели там, а мы слушали Слово Божье, но мы слышали, что она там, что-то говорится, но мы не слушали, как в Слове Божьем говорится, что Мария слагала в сердце свое, да? Но мы не слагали его туда, мы делали своими делами, занимались, мы творили, что мы хотели. И поэтому я хотел бы сказать, как и для взрослых, так и для молодежи, что сейчас такое у нас время, что у нас селлорфоны, смартфоны, кто играется, кто и что творит, да? Ну, можно не на телефоне играться, можно в мыслях по бизнесу там где-то быть, да? Инвойсы там кому-то выписывать, кого-то там ругать, там вот я завтра после собрания утром пойду, лоеру буду звонить или еще всему такое, да? Что то, что мы не участвуем на собрании, то, что мы здесь не находимся, то, что мы не слушаем, а потом, когда вот так со мной случилось, я так страшно болел, меня Бог простил, да, что когда я начал каяться, но Бог меня не начал сразу исцелять, сразу исцелил, вот тебе исцеление, тебе, на тебе. Но он здесь, говорится, мне Бог дал прочувствовать, что моя молитва мерзость. Ты не слушал Слово Божие, ты не предлагал старания, ты не делал, ты не исправлялся, с тобой никаких перемен не происходило, почему я тебя должен слушать. Может быть, если человек как бы неверующий, да, и ему сказать, вот Слово Божие такое говорится, что призови меня в день скорби, я избавлю тебя, ты прославишь меня. Бог скажет, на тебе. А когда мы верующие, будучи верующие, там 20 лет, 30 лет, 40, 50 лет, ходим на собрания, играемся на телефонах, не слушаем Слово Божие, а потом мы хотим сказать, чтобы Бог наш услышал сразу, и исцелил, и помог, и воскресил, да, то здесь он говорит, что молитва будет наша, твоя, и моя, и детей наших мерзость. Пусть Господь нам поможет, чтобы в нашем молитве не были мерзость. И я начал каяться сильно, я покаялся у родителей своих, просил прощения, и когда этот врач, этот профессор, когда полное обследование сделал, он сказал, у тебя вот такая болезнь, ты умрешь. Он говорит, я очень feel sorry for you, что ты такой молодой, что тебе только 17 лет, и что ты умираешь, ну я тебе ничего не могу сделать. Говорит это, все люди, которые вот этим заболевали, обычно приезжали солдаты из Фьетнама, привозили эту, вот именно такой болезнь заболевали, они все умирали. И он меня, он меня просто отправил, с этими обезболивающими, и с этой медициной домой. И один из моих друзей, я ему, он приехал ко мне, и я ему сказал, Сергей, позови, пожалуйста, наш хор молодежный, пусть они придут посетять меня, потому что я уже вообще перестал ходить, и еле-еле уже это, еле-еле двигался. Но после того, как я покаялся, мне Господь дал свободу, мне Господь дал мир. То, что у меня так сильно болело, я перестал бояться смерти. Она в течение двух месяцев, меня настолько так сильно достала, что я уже готов был умереть, я уже был согласен был умереть. И когда мой друг позвал наш хор, приехала наша молодежь, наш дирижер, они привезли мне цветы, они привезли, они приехали прощаться со мной. Приехали все мои друзья, с которыми мы творили дела, которые не должно было творить. И они видят, что их друг вообще ходячий живой скелет. И молодежь начала, просто люди начали молиться, просто наша молодежь начала каяться, мои друзья начали каяться. Все, кто там много ничего не говорил, я не знаю, мы, наверное, молились два часа. И приехал служитель с нашей церкви, и он приехал, я не знаю, там он какой-то поздно был, он говорит, что-то разбор какой-то братский был, или что, и он приехал сюда, к нам домой, и он пришел за меня молиться с возложением рук. Он не был приготовлен, просто, говорит, по расположению сердца, по расположению сердца, говорит, я заехал сюда. И он без елея, без ничего, он просто зашел, и он просто возложил свои руки, он начал надо мной молиться. И когда он возложил на меня свои руки, я в уме, И он за меня с возражением рук молился, и когда он закончил, сказал Амине, он отошел, он дальше начал стоять, рядом начал дальше молиться. Потому что молодежь, такое наполнение было, что там невозможно было остановить молитву. И он просто отошел и рядом встал. И я в уме своем подумал, Господи, если Ты даешь мне жизнь, если Ты меня исцелишь, дай мне знак, что он подойдет, возложит свои руки на мою голову и заново с возражением рук начнет молиться. Как только я это подумал, его силы наполняют, он сразу же встает, подходит ко мне, возлаживает свои руки мне на голову и начинает второй раз с возражением рук молиться. Он этого не знал. Это мой тесть теперь. Я его потом спрашивал, пап, вы что-то почувствовали? Он говорит, я ничего не знал, просто побуждение такое было, подойти за тебя, за нам молиться. Слава Богу. И я ничего не почувствовал. Люди рассказывают там на меня, там мне тепло стало, мне там это, мне там еще что-то стало. Я ничего такого не почувствовал. Он просто второй раз за меня помолился, и потом молитва остановилась, а он уехал. И большинство молодежи уехало, и остались все мои друзья, которые новые покаянные друзья, с которыми мы дружили, с которыми греховные дела творили. И они остались, и они говорят, мы хотим в Мигдаланс поехать, ты не хочешь с нами поехать? Ну, я говорю, вообще-то, ну, можно было бы поехать? Они меня взяли на руки и меня в машину отнесли, потому что я ходить не мог. И мы поехали. И они мне говорят, ты будешь кушать? Потому что я уже не кушал такое долгое время. Я говорю, да, мне Бог открыл, что меня Бог исцелит. И начал им рассказывать, что вот так и так, вот так мне Бог открыл, дал знамение, что меня Он исцеляет. И они говорят, ты все нормально, ты сейчас поешь, что там, эксцидента там никакого не будет, что там, вырвет тебя или еще что-нибудь. Я говорю, все нормально. И они мне заказали еду. Я съел эту еду, и еда остановилась в моем организме. Мой организм начал работать, и я начал, ну, я начал кушать. И я домой приехал, и я маме своей рассказываю, и папе своему рассказываю, что меня Бог исцелил. Вот такое Бог мне дал знамение, слава Богу. И меня еще, наверное, два года держали под обследованием больница. Они вызывали меня, ну, они просили, чтобы я туда приехал, и чтобы я им дал, что они брали с меня кровь, кровь, проверяли мою кровь, что ты там делаешь, что ты, что большинство ты кушаешь, что такое, всякие вопросы. Они меня еще проверяли, потом мы уехали из того штата. Ну, тот доктор, который ввел всю мою болезнь, он говорит, с такой, с этой болезнью никакие люди не оставались живые, потому что они все, все умирали. Ты один, который остался живых. Слава Богу. И когда меня Бог исцелил, и это произошло исцеление around Christmas, наша молодежь поехала калядовать, город, наверное, может быть, 30 или 40 миль, и мы приехали, зашли в один дом, зашли в один дом, и там калядовали. И когда мы зашли в этот дом, там один старец был, он из старых эмигрантов был, которые еще приехали в 20-е, 30-е годы. И этот дедушка, он просто, то, что пришла молодежь к ним в дом, то, что мы калядовали там у них, он востока возрадовался, он наполнил такая сила. И я только сейчас начинаю понимать, когда уже у меня свои дети, да, почему его наполнила такая сила, почему он радуется, что, например, когда у меня были маленькие дети, я как бы только радовался за своих детей. Сейчас я поехал на кемп, да, там наша молодежь, нашей церкви, кто-то каяться, кто-то плачет, кто-то получает духовное исцеление. Я начал чувствовать, что у меня начинается появляться, как это говорится, чувствование Христовое, да, когда мы начинаем, когда мы, это нормально, когда мы люди переживаем за своих только детей, да, но когда мы начинаем переживать за чужих детей, в нас начинается появляться вот это чувствование Христовое, потому что неверующие люди за своих детей тоже переживают, но они не переживают за чужих детей. Но когда мы начинаем переживать за чужих детей, вот это в нас начинается по-настоящему проявляться чувствование Христовое. И после этого это очень впало в мое сердце, что этот человек настолько сильно переживал, что к нему посетила молодежь. И потом, после того, как я начал поправляться, у меня еще одно интересное такое было явление. Когда я приходил на похороны на христианские, у меня так сильно дух ликовал. Я даже начал потом бояться. У меня так ликовал дух, я радовался настолько. Я не могу вам это передать. Я даже потом боялся, что, может, люди на меня посмотрят, почему люди обычно с печальными лицами сидят, переживают, кто-то плачет, чтобы не подумали, что я сумасшедший. И прошло, не знаю, может быть, лет 10, и потом я несколько раз попал на неверующие похороны. Там один дядя от водки сгорел, и мне пришлось лететь с папой на похороны. И потихонечку она это остыла. Но как Слово Божие говорит, что Царство Божие внутри вас. Когда мы начнем осуществлять Бога, она начнет быть внутри нас. И мы начнем радоваться на наших похоронах. Не то, что мы радуемся, но это радость небесная, неземная. И я другое, еще несколько мест я бы хотел зачитать, что Господь говорит во Второзаконе на то, что мы должны слушать. Здесь я бы хотел прочитать с 28 главы, с 1 стишка по 6. Здесь говорится так. «Если ты, когда перейдешь за Иордан, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего. «Благословен ты в городе, и благословен на поле, благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих, благословен и житницы твои, и кладовые твои, благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем». Другое место, здесь 15 стих, здесь говорится так. Здесь нам Господь говорит, что если мы не будем слушать, мы можем слышать, но если мы не будем слагать эти слова, которые здесь говорятся, если мы не будем стремиться на собрание, если мы не будем искать лица Его, то когда придет, когда придет такие испытания, они придут. Я, как здесь брат говорит, что вроде бы, ну как говорится, и про время, что оно уходит, я вроде бы недавно женился, а уже больше чем 20 лет, и у меня 9 детей, и уже дочка у меня первая, она уже университет закончила. Оно так быстро очень время летит, но и в течение времени у нас очень много всяких в нашей жизни, очень много всяких проблем. Не надо мне вам объяснять, что проблема даже может быть, может быть, как сказать, в большой семье, да, много детей там туда-сюда, но Бог так создал жизнь, что в нашей жизни, даже когда, если, может быть, у нас уже никого нету и никаких детей, у нас все равно будут какие-то проблемы, потому что Бог нас хочет спасти. И здесь другое в конечном, в конце я бы хотел зачитать, еще второзаконие с 11 главы, с 26 стиха. Здесь говорится так. И слава Богу за его рождение, которое мы сейчас праздновали несколько дней назад, слава Богу, что он родился, что мы пришли на это место, и слава Богу, что мы можем уповать на этот стих, который говорит, призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Аминь. Будьте благословенны.